Цветы и теплые слова в честь самого весеннего праздника. Губернатор Андрей Бочаров поздравил с женским днем представительниц прекрасного пола. В число приглашенных на прием вошли вдовы и матери солдат погибших при исполнении долга, а также представительницы общественных организаций. Прием в честь 8 марта Андрей Бочаров начал с вручения приглашенным губернатору женщинам цветов. Они иногда лучше любых слов могут сказать за мужчин. В этот раз яркие букеты в знак благодарности женщинам, имена которых уже вписаны в современную историю региона. Зоя Солнечникова и Тамара Суворина вырастили настоящих патриотов, исполнивших свой воинский долг до конца. Дочь Тамары Зиновьевны Ирина Янина является первой и единственной женщиной-героем России за боевые действия в Кавказских войнах. Имя сына Зои Александровны, комбата солнца, знает теперь вся страна. Разрешите поздравить вас с праздником, пожелать вам мирного неба над головой, чтобы дети всей планеты возвращались домой радостными, счастливыми, ну и, конечно, ожиданиями. В Белом зале областной администрации и активистки общественных организаций, по словам Людмилы Кондрахиной, власти должны прилагать усилия, чтобы в регионе работало как можно больше промышленных предприятий и приглашать на них специалистов мужчин из других регионов. Это поможет женщинам создавать полноценные семьи. Сейчас же каждый третий ребенок в области рождается у мамы-одиночки. При развитии нашей экономики должны учитывать, что нам нужны те промышленные предприятия, в которых будут мужчины, для того, чтобы наши милые женщины не находились в том положении, когда 30% рождающихся детей в нашей области – это дети, рождающиеся вне брака. Поэтому, я думаю, это большая и государственная задача, и задачи, стоящие перед регионом. А вот в семье Донцовых есть и мама, и папа. Супруги воспитывают двух дочерей. Недавно семья стала стотысячным обладателем материнского капитала. По признанию Евгении Донцовой, эти деньги пойдут на улучшение жилищных условий. Мы будем расширять, да, у нас квартира трехкомнатная, но так как хочется каждой девочке по комнате, и нам в свою комнату, конечно, хотим квартир побольше, может быть, дом. Так как, может быть, еще будут детки, хотелось бы, конечно, побольше. Муж требует сыночка обязательно, а то у нас неравноправие, одни дамы в семье. Всех приглашенных на прием губернатор тепло поздравил и подчеркнул, что женщины всегда играют в жизни мужчины главную роль, начиная от мамы, жены и заканчивая дочерьми и внучками. Куда мы без вас? Да, и на самом деле, женщина делает, на самом деле, настоящим мужчинам, людей. Без этого абсолютно невозможно. Конечно, у нас много всяких вопросов существует, и мы ошибаемся, и мусор порой не выносим. Да, ну что делать, и в холодильник кто-то часто лазит, да? Да, да, и много-много всяких вопросов, и детям не всегда. Уделяем то внимание, которое должны уделять мужчины, но, тем не менее, мы на самом деле любим вас, и в вашем лице говорим вам большое спасибо. На этом торжестве в честь 8 марта и особые гости. Вдовы ветеранов Великой Отечественной. В честь 70-летия Победы губернатор вручил им юбилейные медали. Мария Иванченко, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».